Проект Армата, симулятор танкового сражения, участвуй в командных боях, уничтожь как можно больше техники врага, а на заработанные деньги прокачай свой танк, обустрой свою военную базу, купи новые танки и снова отправляйся в бой. Armored Warfare, проект Армата, ссылка на игру будет в описании этого видео на ютюбе, качай и не пожалеешь. Внимание, данное видео может содержать нецензурную лексику, эротические сцены, а также сцены жестокости и насилия. Уберите от экранов детей и людей с ранимой психикой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёст Ван, и мы продолжаем играть в третью часть Ведьмака Дикая Охота. Так, ну что, встретиться с Трис у Часовни Вечного Огня в порту около полуночи. Там он, кстати, видите, переулок, через который лежит наш путь. Там какие-то... Враги. Какие-то бандиты. С этими бандитами сильных лапок не было. А-а-а! О! О! так я думал здесь проход он показывает здесь рядышком есть проход так здесь у нас есть какой-то кузнец заданием заменю мимохода что что тут у тебя и данские вареники аж и главное блюдо всячески рекомендую что от меня ватгерн в моем заведении не может быть откуда ты знаешь что я ведьмак ты шутишь у кого еще клинки серебряной рукоятью махаканская работа 40 будет 40 с половиной но я впечатлен ты мастер как я вижу я эйвар хатори бывший мастер мечник а теперь вот мастерю вареники геральт из ривии приятно познакомиться геральт чем могу служить может вареник другой я ищу хорошего мечника ты знаешь кого-нибудь а а тебе не кажется что третий меч на спине уже перебор ладно если серьезно ты хоть иногда куешь что-нибудь откровенно говоря редко я теперь делаю вареники надо же жить на что-то но грустно мне без мехов и наковальния если бы не этот грёбаный ван хорн похоже я не знаю этой истории не завлекать же клиента ведьмака варениками пойдем я тебе кое-что покажу сколько же тебя тут мечей и непростых оставил себе несколько на память жаль ты этим больше не занимаешься я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок почему вдруг великий мастер решил месить тесто так и денег больше а главное безопасней повара не пропадают без вести и не становятся коллегами понимаю кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок формально нет но все поставки идут через эрнста ван хорна он говорят часто играет в карты с тесаком и кто такой этот эрнст ван хорн начинал он скромно была у него маленькая мастерская в доках и очень большие амбиции он знал что не сможет сделать остальных мечников мастерством вот и искал другие способы другие одного грязью облить у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую а если попадется долбаный нелюдь донести властям что тот говенкар как я понимаю от тебя он избавился именно так я сначала боролся ходил в ратушу вел переговоры только все зря он уже тогда был под охраной тесака а в новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу а ты не пробовал с ним договориться с ван хорном да что ты это же куча дерьма или ты играешь по его правилам и платишь ему процент или тебя просто не существует понятно ну знаешь мне жаловаться не приходится вареники дают отличный доход только вот ты тоскуешь по мехам и наковальне а ты не пытался наладить поставки из других источников все бандиты контролируют как мне с ними договариваться хотя может если бы ты помог мне в этом деле предлагаешь мне заняться твоими поставками это как просто сходи со мной навстречу качестве охраны свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих надо его то эмбарго тесака не сильно заботит только король потребовал какой-то сумасшедший процент может ты бы мне помог с переговорами не даром понятное дело договоримся я мог бы например выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции а забудь об этом мусоре я выкую тебе клинок которым ты сможешь убивать богов но не знаю что то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира мне бы твоя помощь здорово пригодилась этого сукина сына надо как следует проучить я буду тебе должен до конца дней хочешь латный доспех я тебе устрою а может три бушет или там катапульту я согласен устраивай встречу замечательно встретимся как стемнеет у журавля в доках так это уже интересно давайте посмотрим где начало где где он предлагает нам с ним встретиться мы в принципе уже в доках да вот здесь недалеко мечи и вареники но сначала у нас здесь совсем другое задание наше прямо здесь где-то рядышком что не причиняй так как оно там называется это она по моему в основных вот встретиться с 3 с у часовни вечного огня около полуночи кстати здесь торгуется рядом есть дайте-ка я быстро загляну к нему не так только поинтересоваться нету ли у него карт каких хотя возможно я у него уже был так но туда внутри я входить не хочу это квартал нищим ну смысле это это вот и до торгуется добрый день хороший день для торговых дел нет это явно не тот торгуется он даже торговать не хочет значит тут торгуется который нас интересует он похоже внутри ну ладно я туда сейчас не пойду но там уже были наверно я уже там все купил что нужно так давайте подождем до полуночи это где-то наверное где-то здесь ну или вот это полуночь считается хорошо что ты пришел послушай присмотрелась я казармам не нравится мне все это смысле им не помешает ремонт смысле это настоящая крепость высокие стены охрана у ворот внутри полно людей мы не проберемся внутрь силой тоже ничего не сделаешь менги успеет сбежать так что ты предлагаешь возьми кандалы и надень на меня 3 сейчас не время для таких и горы не место может я тебя удивлю но кандалы служит не только для забавы подумай если ты приведешь охотникам подлую 3 смиригольд они не то что ворота откроют они тебя еще и к самому менги проведут исключено это слишком опасно на кону жизнь лютика и цири значит стоит рискнуть рис подумай ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва к тому же скованный до я не могу тебе этого позволить приятно что ты обо мне беспокоишься но я уже приняла решение и не стану его менять хорошо допустим они проглотят наживку что дальше мы заходим я представляю менги меч горлу и спрашиваю где лютик не вариант менги гнида но в одну ему нужно отдать должное смерти он не боится меня это всегда раздражало в фанатиках ничего придется брать его хитростью какие будут предложения может ты скажешь что у тебя есть сведения о ложе или еще лучше о самой филиппе он ее ненавидит придумай что-нибудь а как же казна если мы что-нибудь узнаем то хорошо а если нет я думал тебе нужны деньги дикстеры чтобы помочь чародеям это правда но золото можно добыть множеством способов это сейчас не самое важное постой я хочу тебя поблагодарить успокойся на моем месте каждый бы нет не каждый довольно чародейки краснеть не пристала мне все это по-прежнему не нравится ну что ж поделаешь пойдем геральт помни я сумею о себе позаботиться о чем ты охотники они не будут обходиться со мной как с дамой но я выдержу я смогу потерпеть цири важнее всего поэтому чтобы не случилось просто делай свое дело этого я обещать не готов я прошу тебя хорошо да хорошо у нас наверное потом еще по пути будет выбор либо там остановить плохое отношение охранников к ней или же идти до конца и в общем никак за нее не заступаться чего надо я пришел за наградой за что это за чародейку не видишь кого я вам привел это 3 смири гольд но проходи от тирас 3 смири гольд ты перешел с утопцев на чародейк за них больше платят так от них и вреда больше утопит самое больше рыбака за ляжки покусает они убивают королей плетут заговоры вызывают войны и молоко у коров тоже из-за нас киснет а шутки кончились мери гольд раз и навсегда в подвал ее полегче я отдам ее менги и никому другому думаешь мы не знаем что делать с чародейкой пусти ублюдок паршивый язык не подходит к такому прелестному личику придется вырвать да вы с чародейками умеете обращаться когда их в цепях приводят это ты к чему никудышные из вас охотники раз вас должен выручать ведьмак слушай ты мутант с тех пор как мы вошли в город мы пустили по ветру сотню чародеев алхимиков дуплеров и остальной падали так что не учи нас работать мне казалось главное качество а не количество а то ведь для статистики можно и знахарок сжигать и травниц и черных кошек думаешь ты забавный хер его знает только вот мы не смешливые есть что сказать напоследок так кажется плохо дело вышло ну ладно по хорошему я на должен был сказать что приведу их к чародейке так где там вообще наша трис у нее все в порядке у меня знаете еще это нифига не вижу выпью зелье кошки ого бабахнуло кто-то мне так адрес где-то здесь да поди развлекается что трис как-то мы не очень да сыграли сейчас еще и менги успеют уйти мы его не поймаем как это че такое желтое о смотри там какая-то марсельзе опа нам еще на зелье кошки выпить это я плохо все вижу как-то темновато а вы ребята больно бьетесь знаете что так мне нужно залезть в инвентарь и поменять маленькое зелье мне нужна ласточка чтобы восстановить свое здоровье так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Там вон еще кто-то наверху стоит Давайте сразу наверно наверх пойдем Мне кажется нам туда и дорога Хватит болтать! К бою! Так, а вот кажется у нас и Менге Менге давай нападай Что-то он стоит Что-то Менге какой-то слабак оказался Все, наверное Кажется пронесло Работа под прикрытием Это должно быть не твоя специальность Не моя, правда Я предпочитаю решение попроще Угу Сначала бьем, потом спрашиваем Может мы найдем хоть какие-то бумаги В которых упоминается Лютик Я обыщу его А ты осмотри комнату Начни лучше со стола Да, а ведь мы могли сначала поговорить с этим Менге Наверное интересный бы диалог выдался бы Ну ладно У нас вот здесь что-то все Сие это светится Так, какое-то письмо Надо по очереди читать Калиб, у меня новые указания Относительно следующей экзекуции Когда будешь готов к встрече Оставь свою священную книгу в тайнике В колонии алтаря вечного огня На юго-западе обрезков Встретимся на старом месте Никому не говори, куда идешь И никого не приводи с собой А письмо сожги Сразу после прочтения Емурлак Ну а вот что-то Калиб не особо Предосторожности соблюдает Письмо не сжег Здесь у нас что? Письмо к Дуду Цири Если ты читаешь это письмо Значит ты решила мою загадку Прими мое поздравление Тебя не схватили Что очень меня радует И ты все еще в Новиграде А это меня беспокоит Не знаю, что ты сделала на храмовом острове Но Менге в бешенстве И он не успокоится, пока не схватит тебя Не сдерет кожу и не отправит на костер Теперь, когда он прибрал к рукам сокровища Дикстеры Он может нанять достаточно людей Чтобы обыскать каждый дом в городе Даже мне, Доплеру, приходится скрываться Мне кажется, за мной следит Менге А ты беги из города Пока не поздно Твой Дуду По скриптун Даже не думая освободить Лютика из лап Менге Это невозможно Впрочем, зная нашего друга Я уверен Он что-нибудь придумает По крайней мере Я на это надеюсь Извини, что не пишу, как меня найти Но Ты должна срочно бежать Не забыла? Береженного Милители бережет Кто бы не был этот Милители Так, ну и тут еще какая-то книга Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери На, возьми За пазухой Ничего Но Погоди Что-то в подкладке Ну? Ключик от сейфа Возьми Передай Дикстри С приветом от меня Я нашел письмо для Менге От какой-то шишки Видимо, шпиона Шпиона? Сама посмотри Контактные ящики Условные сигналы А, действительно Смердит разведкой за милю Может быть, этот агент Знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить Только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече И ни слова о том, где она должна быть Может, Дикстра нам поможет? Он знает все Ты немного преувеличиваешь Не уверена Я на самом деле думал, что мы Лютика где-нибудь здесь найдем Что вот там где-нибудь есть в соседней комнате камера И которую мы сейчас откроем тем ключом Который нам Трис дала А похоже, придется сейчас еще, знаете Ну, как бы целая тонна цепочек квестов Чтобы освободить бедного все-таки Лютика Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги За невыполненный договор Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое Ладно, тут искать больше нечего Пора собираться С удовольствием Только лучше не через главные ворота Ты же телепортироваться должна уметь Ты же колдуня Или ты не такая модная колдуня, как Йеннифер Так, ну я тут все-таки пробегусь еще Посмотрю, что есть Да, кстати, по поводу того, что есть Я же не прочитал эту книгу, которую я взял Давайте вот так Вот, священная книга Калиба Менге Священная книга Вечного Огня Второе издание Принадлежит Калибу Менге Да очистит пламя твое помыслы мои Да закалит сердце мое Да сгорит все зло И рассеется дымом Да согреется пламенем твоим все доброе Да слетятся добрые На твой огонь Как мотыльки Да бегут от него злые Как звери от лесного пожара В общем, ничего особенного Непонятно вообще, как она Может быть, эта книга связана С каким-либо квестом А здесь у нас Вот, видать, именно от этого замка Мы получили ключ Выход наружу Что, что-нибудь еще, может, интересное? Нет? По крайней мере, какое-то добро Валяется Типа бутылки с водой Так, ну ладно, ребят Пойдемте отсюда Не буду вас заставить Глядь ждать Пока я обыщу каждую комнату В этом здании Здесь мы разделимся Но сначала Надо будет пустить этот сарай По ветру Верно Мы оставили здесь слишком много следов Да А кроме того Мне надо выпустить пар Я чувствую, она сейчас Огненное представление устроит Есть еще одно дело Только не здесь И, конечно, не сейчас Приходи ко мне Когда сможешь А теперь Пойдем уже отсюда И это все Наверное, сейчас все бочки Будет поджигать По периметру Интересно, если я встану на пути Мне достанется Вот она сейчас явно Эти тюки будут Поджигать Ну хватит Я убираюсь отсюда немедленно И тебе советую сделать то же самое Ага Только не через телепорт Пока Трис Так, ну раз не через телепорт То, наверное, нам только дорога на крышу Так, с сокровищами временно разобрались Ну, сейчас надо вернуться К Дикстри Дать ему ключ Ну, я думаю, сперва Так, что Мы здесь не пройдем А, вот Эй, там Господин Ройвен просит на пару слов Вот же нетерпеливый, сучий сын Что? Ничего Я скоро буду Кого я вижу Геральт из Ривии Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна Мы с Менге не сговорились Совсем? Совсем Это объясняет пожар в казармах Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками Я ее не видел А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками Во-первых, это ты ко мне пришел А во-вторых, кое-что в руках у меня есть Ключ от сейфа Я нашел его у Менге А в руке-то ничего нет А как же награда, он скажет А где мое золото? Нет золота, нет награда С другой стороны, я там целую казарму сжел Хвалы можешь оставить при себе Меня интересует награда Геральт Все ведьмаки такие бесстыжи Или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну Но не захотел любезно поделиться своими соображениями Зато я любезно помог тебе с казной Так что не надо истерик Я не шучу, Геральт Ты злоупотребил моим доверием Я как-нибудь пережил В этот раз, да Ну хорошо, пора свести счеты Это угроза? Напротив, ты мне помог Так что тебе полагается награда Несмотря ни на что Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать Кажется, какого-то шпиона Он подписывается, как Емурлак Беда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где Разрушенный дом в застенье Дай сигнал, и он придет в тот же день Перед полуночью Может, я и не должен спрашивать, но Дикстра, откуда ты это знаешь? Угадал по полету птиц Твой сарказм уже утомил У меня есть недостатки похуже, поверь мне А под конец нижайшая просьба Никогда больше не пытайся меня обманывать Никогда Блин, да я тебя вроде как и даже не собирался обманывать Просто хотел умолчать об участии Лютика в этом эпизоде И сразу перейти к реальному похитителю казны Ну, точнее, к тому, к кому она перешла в итоге А именно к Менге Так, ну ладно, друзья В общем, сейчас у меня тут где-то в этом порту еще было недалеко задание От кузнеца Но давайте, наверное, им займемся уже в следующем выпуске А я на этом попрощаюсь С вами был 1101 До новых встреч Опускай